Ну, я, наверное, сделаю своей команде сегодня комплимент за игру. Я думаю, что мы хорошо работали, мы хорошо двигались, мы хорошо работали в единоборстве. По большому счету мы потеряли сегодня очко, я так думаю. И что еще? Ну, мне скажут, что большинство сегодня забили мы. Это тоже меня радует, потому что с потугами в последнее время все это идет. Но самое главное, что молодежь сегодня хорошо себя проявила. Сегодня хорошо, что хорошо, то хорошо. Ну, да, что сказать? Ну, снова, снова одни. Тяжело играть с одним голом, забивая, забивают одни и те же люди. Это тяжело, нам действительно, это тяжело, тяжело играть дома. Я согласен с тренером, наверное, в душе я очень рад. Я очень расстроен, но я очень рад, что мы взяли это очко. Вот. Думаю, у себя, конечно, играть так нельзя. Проиграно множество единоборств на ворота. Не идем. Я понимаю, был тяжелый выезд, тоже идет какая-то акклиматизация, но это не оправдание, это не оправдание. Спасибо. Вопрос. Петр Леонидович, сегодня, после 15 матчей без головы, забил Александру Соглубу. Насколько он оправдывает, не оправдывает ваши ожидания? И насколько в серии он переживал, насколько тяжело давалось? Ну, у нас сейчас потеряны шансы на плей-офф, поэтому, наверное, каждый, в общем-то, работает на команду «Спартак», каждый работает на свою фамилию, каждый работает, будем так говорить, на свой будущий контракт. Поэтому такая ситуация в команде, мы смотрим, она, в общем-то, не легкая, но мы работаем на перспективу, и мы находимся в самом начале, в общем-то, строительства новой команды на следующий сезон. А в связи этого, как Никонцев сегодня все отдавил, заменить кружечку, то есть это будет там, да, или другие будут пробоваться? Ну, пока да, мы поддержим его в этом сочетании. Сегодня он старался, не все, может быть, получалось там, но он старался, в общем-то, соответствовать игроку первого звена. Дальнейшая работа будет, в общем-то, показывать. Да. Дмитрий Вячеславович, сегодня видели Артема Ворошева. Вернулся. Он будет замен на Ильшинику, да? То есть на бойца. У нас нет нападающих, у нас даже такой здоровой конкуренции нет. Это тоже очень плохо. Очень плохо. И вернулся. Такой еще момент у Фея Сергея Гедведченко был заменен после первой шайбы. Он на тренировку сдал. И в чем причина? Потому что он долго играл глаз, то есть лишняя интегропрактика сейчас у всех денег. Глаз здорово просто играл. Хорошо с глаз играл. Мы выигрывали, мы набирали очки. Он и сейчас здорово глаз играл. Помог нам взять очко. Тедор Леонидович, как выскажите свое отношение к ведущему Кубку надежды? То есть насколько сейчас идет готовка к этому? Или это как побольше какой-то турнир посмотреть? Ну, первое, я хочу пожелать команде Сибири удачного выступления в плей-офф. Это первое. Второе, то, что касается Кубка надежды. Мы уже перестраиваемся. Мы, наверное, по окончании регулярного чемпионата войдем в этот турнир. Конечно, нам будут привлечены все те ребята из МХЛ, которые мы имеем. Хотя у меня уже этот список... У меня уже шесть человек играет в основном в составе. Есть еще пару игроков, которые мы привлечем. И этот турнир даст нам ответ, на кого на следующий год мы будем надеяться. И кто окажется в лимитных игроках следующего сезона. Ну, то есть 92-го года рождения и моложе. На ком строить уже наши отношения в будущей команде. Давайте еще вопрос по игре и окончим. Виктор Вячеславович, вы сегодня разбили первые в сезоне связку Бобров-Романов. Как вы оцениваете после игры это решение? И будут ли они играть вместе в следующих матчах? Все крайне нападающие играют крайне слабо. Крайне слабо. Поэтому разбиваем, ищем, перебираем. Спасибо.